Об итогах работы прокуратуры города мы рассказываем в рубрике «Прокурорский надзор». За рабочую неделю с 23 по 27 сентября надзорное ведомство провело 57 проверок исполнения действующего законодательства. Перед следственными органами инициировано возбуждение шести уголовных дел. Прокуроры приняли участие в 202 судебных заседаниях. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 424 обращения граждан и юридических лиц. О некоторых нарушениях, которые удалось пресечь, мы рассказываем в коротком обзоре. Сточные воды по-прежнему загрязняют акваторию Черного моря. Об этом сообщает Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура. В этот раз страдает зона ЮБК. Акваторию бухты Ласпи проверяли специалисты-водолазы. Сброс очищенных вод в море водоканалом проходит из поврежденного глубоководного выпуска. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также условия решения, водоканал использует водовыпуск длиной 127 метров вместо установленных решением 250. Кроме того, водолазным обследованием установлено нарушение целостности стенки трубопровода в виде трещины размером 30 на 4 сантиметра. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы морской воды. Лабораторные исследования показали, концентрация химических веществ превышена более чем в 5 раз. В адрес директора водоканала прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Документ находится на рассмотрении. А в Гагаринском районе Севастополя без необходимых для жизни медикаментов осталась 55-летняя женщина-инвалид. С жалобой на несвоевременное обеспечение лекарствами для курса лечения от онкозаболевания. Она обратилась в прокуратуру. В ходе проведенной проверки было установлено, что вопреки требованиям законодательства, заявительница, страдающая онкозаболеванием, своевременно не обеспечивалась необходимыми для жизни и лекарственными препаратами. Не получала в связи с этим медицинскую помощь в виде прохождения курса лечения и химиотерапии. Прокуратура внесла в медучреждение представление. Жалоба рассмотрена и удовлетворена в полном объеме. Права женщины восстановлены.